Приветствую вас на нашем канале, посвященном ремонту практик своими руками. В данном видео я покажу, как я раскидал розетки, провода под кухонный гарнитур, который будет у меня на этой бардере сами кухонного гарнитура. Итак, что здесь у нас? Здесь у нас плита, духовой шкаф и отдельно варочная поверхность. Кухонный гарнитур встроены. Так, здесь вот у нас микроварновка, здесь стиральная машинка и в дальнейшем здесь, возможно, будет посудомойка. Ну и также розетки по фартуку идут. Вот две, две, две розетки. Так, здесь у нас вытяжка, под вытяжку тоже нужна розетка. Так, здесь будет холодильник, под холодильник также розетка и сверху будет телевизор с антенной. Он здесь будет стоять. Так, ну и так, под плиту у нас розетки. Вот они. Здесь один провод идет на варочную поверхность, он 3 на 4 сечения, так как если вы включите, допустим, 4 комфортнее, то там до 8 кВт. Ну, 6-8 кВт в зависимости от варочной. Так, и второй провод идет на духовой шкаф. Ну, по духовой шкафу у меня заложен 3 на 2 с половиной. Провод ВДП, ветик, провод одолжительный. Так, ну, для кукольчиков они требуют, как правило, чтобы для варочной и для духового шкафа провода проходили где-то на сантиметрах 5-7 от пола. Ну, так как у меня пол здесь еще будет укладываться хателем, то вот с учетом еще запаса хателем, то из-за этого 2 сантиметра пол поднимется, то вот у меня и получится при 5 сантиметрах от пола. Так, вот этот вот провод на таком же расстоянии, он у нас для посуды-мойки. Оставляю вот такие вот длинные концы, где-то по метрам, для чего я это делаю. Для того, чтобы тут будет, уже когда будет установлен кухонный гарнитур и будет устанавливаться, допустим, варочная, там, куховой шкаф, что и провод там куда-то не попал, возможно, какие-то полка или что-то будет, ну, всякое бывает. А когда конец длинный у провода, его можно туда-сюда свистеть, и потом, и подключение еще, там не везде понятно, водник подключается напрямую, можно подцепить. Для варочной, там, по-моему, насколько я помню, там провод заводится в варочную поверхность и там через крыльники подключается. Там на других каких-то плитах, наоборот, там идет, возможно, вилка с тремя, с четырьмя выходами, и она вставляется в розетку для плиты, ну, как раньше это было. То есть вариантов очень много, поэтому я просто делаю длинные концы. Ну, а потом уже по факту, когда будет установлен гарнитур и все, там, духовки, посудомойки вставлены, там уже будет понятно куда-то, что подвести, в крайнем случае, можно сделать розетку куда надо уже вылепить к стене. Так, здесь у нас для вот этого гарнитуры так, вот здесь у нас будет стиральная машинка, вот для стиральной машинки розетка будет вот здесь находиться, она вот эта угла. Здесь будет шкаф. В шкафу будет выход на газетку и также провод будет выходить вот в этом шкафу. и потом вам не надо будет постоянно отодвигать эту стиральную машинку, или там провод не будет выразить где-то из-под фартука и вставляться в розетку. Он будет вот в этом шкафу, который будет открываться, вам нужно включить и выключить. Так, вот здесь вот у нас выход на вытяжку, вот она будет вытяжка, вот выход на вытяжку и вот провод, вот этот вот так, он будет на вытяжку. Вообще я его делаю чуть пониже, где-то вот сюда выложу, но здесь уже провода тогда кто-то раскидывал и вот он дотянулся только досюда. Ну, в крайнем случае, я потом его наращу. Здесь будет сама вытяжка, она где-то у нас вот так вот, в этой высоте, вот ее пойдет вот эта вот вопра. Вопра будет, ну, скорее всего, закрываться, какая-то, или пластиковая, или деревянная такая вставка, она ее закроет. И внутри будет розетка или просто провода между собой будут подцепляться к вытяжке. То есть тут надо тоже в зависимости от этой вытяжки, какая будет вытяжка, как это было бы известно уже. Дальше. Так, дальше. Вот здесь вот будет выход на, вот здесь на холодильник, и вот здесь вот над холодильником, телевизор и антенна под телевизор. Тут вот уже все это выведено. Так, вот здесь будет у нас микроворновка. Вот она показана. Вот она. Вот под нее, вот она, розетка вот эта вот. Вот. Так, ну и здесь уже просто по фартуку будут идти розетки. То есть вот они, одна, вот она, вот она, вторая, вот она. И вот эта вот третья розетка, она у нас вот поставлена. Так, ну по вот этим розеткам еще что хочу тоже сказать. Смотрите, как у меня в мороженые стаканы. Вот у меня здесь где-то ну сантиметр, миллиметров 8 от стены. Почему так сделано? Все просто. Здесь будет, скорее всего, кафель. А так как кафель еще добавится, то вот эти стаканы, они как раз где-то закроются кафельной плиткой. И розетка уже будет, ну как раз ровно вставляться в стакан, как раз он будет по краю кафеля. То есть так сделано везде. Ну, причем это, в принципе, без разницы, если будет кафель, если будет там факток из МДФ, допустим, панели или там стекло. В любом случае, жирательно стаканы немножко выдвигать от стены. Ну, в принципе, все, наверное. Я надеюсь, было понятно. Так и что сделано. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok